так как я понял мы в лайве все всем привет этой спиди дикий ди хайв майнд сегодня я буду успеть ранить system shock 2 и не персент вот начинаем и со сложности impossible которым мы попозже объясним чем смысл так отсчет времени начнется через три два один в общем игра начинается с такого небольшого пролога который представляет собой как бы создание персонажа проходит через тренировку знаете об этой игре то это как бы известный такое достаточно прародитель всяких bio шоков и пресс поэтому здесь тоже есть статы и предметы и все такое вот и первый же глич который будет делать связан с то есть здесь он проходит через дверки и собственно у него выбираются статы и вот сейчас когда будет третий год и р3 сейчас будет собственно дюк агилити дип ловкости вот он как раз вы делает но через через там сохранение неправильно застрелился в общем там такая не очень простая тема нужно заселиться прямо перед переключением карты сломать собственно это переключение карты и за счет этого можно по многу раз через триггер проходить в общем несколько раз проходит через этот триггер максив максив ловкость максимального количества до 6 ловкости и это ну а ловкость добавляется короче ему спит в игре скорость передвижения таким образом мы получаем максимальную скорость передвижения с самого начала игры по сути собираем здесь немножко предметы ну и вообще в игре как бы надо много его собирать там делать для прохождения но спидорами многое за кругу скипаться потому что игра действительно очень сломанная справы в этом так вот сейчас будет очень большой грич здесь нужно чтобы скооперировался робот спадаем и если перейти на другую карту в момент смерти то мы получаем личные уязвимости и теперь спадая находится наполовину в земле среду он не можете заметить он очень быстро двигается очень быстро двигается он благодаря предмету предмет это дает улучшение скорости эти и при этом у него есть специальная белка которая позволяет дублировать любой предмет находящийся у него в инвентаре которую он поднял где-то на предыдущем уровне и не уверен где потому что я сам не играл в эту игру вот поэтому на протяжении всей игры он будет дублировать этот спидбуст и использовать его для того чтобы очень быстро передвигаться по карте поднял я спидбуст и сначала за той дверью я нулями забивал вот и первый спидбуст я взял на лампе когда я забирал сама консольку и там поднял через нее да ну и очевидно что личные уязвимости тоже очень помогает так здесь нужно при помощи броника перепрыгнуть через триггер катсцена это трюк знакомый всем любителям stalker а думаю ну и в общем дальше что-то надо игру проходить в общем то из этого из этого принципе состоится игра ну и скоро будет еще один глич который тоже позволит сильнее сломать игру помимо того чтобы просто быстро бегать по комнатам здесь важно понимать все хайпу чтобы использовать свои белки безболезненно потому что на каждом после каждой семена карты нужно кастовать и делите и довольно таки сильно ускоряет еще одна важная штука это когда игра запоминает курсор в меню то есть я сейчас вот на первом слоте оставил свой курсор теперь когда прохожу мимо контейнеров я могу просто проспамить и кнопки использования принципе 6 7 спит бустов хватает половину рано всегда конечно лучше запастись ну и же еще ты же любишь их счет каждый дюк тратит 3 все и стоит 20 на нет это важно менеджер на нет а вот вот здесь вот покажем слева снизу то есть на нет и поднимаются чисто для того чтобы идти под предметы и все хорошо получилось запрыгнуть у меня приходим к драпонику да кстати что забавно этот ран был несколько раз на гдк и на гдк семнадцатого года там у раннера случилась небольшая проблемка когда он делал лично неуязвимость у него персонаж полу застрял как вот обычно как у спд сейчас а он застрял под углом и в итоге он минут шесть или семь он бегал с наклоненным персонажем который у него постепенно сильнее синие съезжал в год и потом забил или взятнул и прошел заново честно я не знаю зачем или сотнул потому что тут есть настройках штука которая выравнивает твой вид может быть он они не знал довольно знающий ну так здесь я изучил вирус как только мне написал то что research complete я бегу дальше и сбрасываю все ядра которая подразумевает все чтобы сохранить их и дальше купить релокейтер да сейчас с релокейтером будет второй важный глич в игре какой-то там уже важный глич в игре который позволит буквально ходить сквозь сквозь объекта если использовать этот релокейтер на ну на подъеме да так понимаю да когда начинаешь подниматься здесь в игры есть в игры есть анимация поднимания то есть когда пытаетесь забраться на поверхность да 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 и зажимаете прыжок у вас он делает анимацию соответственно время это анимации время это анимация нужно с определенным таймингом завязать релокейт да и тогда потом используя релокейт можно провалиться чуть-чуть под пол и можно будет проходить сквозь звери соответственно надо будет открывать и можно будет проходить к концу уровня ну или куда надо проходить вообще игра конечно казуальная игра очень сильно отличается от того что происходит спидране большинстве своем потому что в казуальном прохождении у тебя нет бессмертия ну да да ну сам релокейтер работает по принципу того что вы стреляете им куда-то он там остается как бы эффект его и вы туда потом можете филиппортироваться это тоже можете догадаться достаточно удобно на спидрана можно возвращаться в места которые тебе нужны ну просто запоминать позицию нужна все теперь мы переходим в recreation ставим телепорт забираемся на этот столик таким вот действием кажется что-то у меня не получилось не страшно ставим сюда подходим сюда забираемся вот таким образом и мы падаем все больше под полу и теперь мы можем проходить через двери на водороге как то есть вот после этого я не могу больше так ходить под полом менять и перевернуло нормальное положение ну вот после каждой загрузки релокейтер его нужно постоянно постоянно ну в каждом после каждого перехода его нужно использовать и 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 а и и меня относительно быстро получилось сравнение с практикой здесь я беру скилл restructure mind чтобы одного такого большого монстра по сути mind control позволяет захватывать монстры и начинаем драться за вас это в паре мест пригодится для того чтобы не трогали во время во время необходимых манипуляций игры в лестнице конечно в этой игре очень странная вещь здесь опять стараемся с лестницы сделать что-то пошло не по плану так нет слишком высоко противный греч обычно этом месте не так много проблем у меня в этот раз что-то не идет поздний час дает себе знать так отлично перестаем стенку вот сюда и сжимаем прыжок чтобы закладиться у нее и вылезти из-под пола иначе там не пройти никак сюда забираемся на это период сохраняюсь на всякий случай если будет вот такой вот чтобы по двадцать раз сюда не завязать отлично лезем дальше убежать вперед вот эту кнопку чтобы поднять ракету собираемся на лестнице ты будешь шоке есть последнюю цена она не сыграет как-то так какое-то причине на не играет во время спидрана потому что там секунд брейк такой довольно мощный жаль вообще да перед ним шадан там распинается так теперь доходим до момента когда нужно вот этого парня за майн контролить на 5 наш любимый релакет грич слишком рано вот так нет слишком рано то ли поздно вам вот этот идеально теперь я приседаю релакетчусь у меня забежено на клавишу наклониться вперед я наклоняюсь у меня скидывать этой платформы я опять могу пройти пройти через дверь тут все как обычно проходим дальше желательно было бы конечно сюда не упасть но ничего страшного с тем не бывает тоже верно просто еще такая скорость большая и контролировать тебя немножко сложно потому что игра сама по себе такая как будто полном и реле ну да в некоторых моментах нужно контролировать конечно скорость движения чтобы не терять время то есть нужно где-то чуть помедленнее двигаться для того чтобы двигаться максимально быстро гениальная логика быстро получился шарп-шутер а там у меня стабильность этап который у меня очень редко не получается уже финальная часть рано так этого мы контролем нужно опять законтролить большого чувачка чтобы он разобрался с пауком которую контролить нельзя спешком или хвост и вот эти парни любят о чем мешать но в принципе он должна получиться давно получилось провалиться здесь нет нет мне не получилось не выкину все упал вниз здесь опасненько и место здесь может очень легко выкинуть и теперь к веселой части одна из моих самых до самых любимых моих прожимаем speedboost встрепимся вперед и влево и вот так вот ждем 6 секунд где-то я конечно сейчас не считал прыгнул на обу я не долетаю и да я забыл сам начали рано сказать что эта игра она как бы это классика и поэтому здесь есть страйфа и страйфом двигаться быстрее чем чем просто даже с подрезанной траектории не получилось 4 5 то что наверно получится чем близко прям в метре пролетел это слишком рано не опять но елки-палки в этом пошел уже троллинг в чате понятно все так это слишком рано какого-то определенного сетапа на этот трюк нету поэтому приходится работать с со своим чувством и счетчиком в голове если бы чуть-чуть еще мне до кем бы блин не хватает прям реально пара метров считаю всем перелетаю считаю 6 недолета ну ну я понял три четыре пять шесть начинается теперь сюда залетая идеально последняя карта игры ура качаю хэви хэви ваканс да здесь нам понадобится гранатомет спид бустеров нет ладно него как пройдем как только в меню откроется будет время время систем шаг 2 отлично игра не игра вообще на самом деле замечательная вышла на девяносто девятом году и это одна из самых лучших рпг игр которая была когда-либо сделана если вам нравится да у секс или про и вот который не так давно вышел я думаю что сестру шоку он тоже понравится как бы систем шока является жанром прародителем данных игр типа дева секса да да я шелка как хайф и говорил это вот батя атмосфера в этой игре тоже очень хорошая в этой игре есть поддержка модов и если вас смущает немножко графика в этой игре можно поставить несколько графических модов и все становится абсолютно другое вот а на этом я пожалуй завершаю это был систем шок 2 с вами был спидите к идее к и хайв майнд доброй ночи все спасибо всем пока Jeep я надо о